В эфире Европа Плюс ТВ. Программа Hot Secrets. Меня зовут Алина Арц. Здесь, в нашей уютной студии, мы каждую неделю выясняем, чем живут и дышат звезды шоу-бизнеса. У нас все тайное становится явным, близким и понятным. Ну что же, пора начинать беседу. Сегодня у меня в студии кумир всех девушек России. Настоящий мачо и чемпион. Руслан Нигматуллин. И я уверена, разговор с ним никого не оставит равнодушным. Руслан, привет! Очень рада тебя видеть. Честно тебе скажу, всегда интересно познавать таких людей, которые не так часто появляются на музыкальных каналах, но я думаю, что у тебя сейчас начинается такой резкий карьерный рост, потому что профиль твой поменялся кардинально. Поэтому хочу тебе сразу сказать, давай все-таки начнем с тобой разговор о футболе и о том, как маленький мальчик Руслан принял решение, или, может быть, это решение принял папа, что, в общем, он должен быть футболистом. Но во времена моего детства футбол не был так популярен, как сейчас. Это не было таким коммерческим видом спорта. И даже скажу больше, что родители мои первый раз поприсутствовали на моем матче, когда мне было уже 17 лет. Сейчас же отношение родителей к спорту совсем другое. То есть это коммерческий уже более проект. То есть совсем все не так, как было. Но это такое, лирическое отступление. Что касаемо, как я пришел в футбол, я в футбол пришел достаточно поздно, в 13 лет. До него, как ни странно, как раз была и музыка. Ну, кроме других всевозможных секций и кружков. В том числе была музыкальная школа по классу классической гитары. И почему же победил спорт? Наверное, как любому мальчишке, гораздо было интереснее играть в футбол, чем штудировать сальведжио. А тренировки не мешали личной жизни? На самом деле, девчонки интересовали тогда меньше всего. Все-таки нужно понимать и учитывать возраст. Это никуда не делось. Девушки пришли позже и в большом количестве. А признайся, ты был спокойным подростком или часто дрался? Я был очень спокойным подростком. И вызвать на какой-то бой меня было крайне сложно. Потому что я всегда предпочитал договориться мирным путем. Ты же очень чутко ощущаешь публику. Ту, которая на стадионе сумасшедшая, кричит, поддерживает. Лишь бы ты только не пропустил этот мяч. Но когда ты играешь в диджейские сеты, насколько это отличается? То, как тебя принимают? Как ты чувствуешь эту энергетику? Есть общее между спортом и музыкой. И там, и там присутствует определенное количество людей, которые пришли посмотреть на действия, которые происходят. Но нужно понимать все-таки, что публика абсолютно разная. Чаще всего пересечений мало. К тому же у меня, вот сейчас многие полагают, что те же футбольные болельщики, которые ходили на меня раньше, сейчас ходят на мои выступления. Это совсем-совсем далеко не так. Что на самом деле меня очень радует. Потому что мне хотелось бы полностью реализовать себя в том, чем я сейчас занимаюсь. И реализовать не благодаря тому, чем я занимался раньше. 20 лет играл в футбол и так далее. А именно, чтобы меня воспринимали как музыканты. К счастью, гастролей у меня большое количество. И поэтому, когда я приезжаю в тот или иной город, я всегда очень рад, что... Твоя аудитория, да? Да, моя аудитория и собралась битком. Как все-таки ты подошел к этому решению? Уходить из такого большого спорта, где есть уже признание. Где ты действительно звезда спорта. Такое решение приходит рано или поздно любому спортсмену. И оно скорее больше вынужденное. Потому что спортом заниматься долго, до пенсии нормального человека невозможно в силу физических причин. Потому что возможности организма, к сожалению, ограничены. И в 30 с копейками приходится начинать новую жизнь и начинать новую профессию. В данном случае вот так я начал. И точнее продолжил даже свое выступление перед большим количеством людей. Но немножечко в другой ипостась. А я могу узнать, сколько тебе лет? Я не буду, конечно же, ломаться, как девушка. Мне 37 лет. А кто ты по знаку зодиака? Я весы. А когда ты первый раз встал за вертушки? Это произошло 6 февраля 2010 года. Почему именно это направление музыки и шоу-бизнеса? Почему диджейский пульт? Когда совершенно случайно мне предложили поучаствовать в таком показательном выступлении именно как диджей, я с удовольствием согласился, но имитировать, как было предложено, я не согласился. Да, этому же нам нужно учиться. Да. То есть я пошел в школу диджеев, которые мне рекомендовали. В Москве? Да, в Москве. Очень усердно позанимался. И уже когда я был готов к первому выступлению, я выступил. И знаете, я ощутил такой кайф, что... А в чем он этот кайф? Я тоже музыкант? Я снова, да, я снова обрел своего зрителя. То есть после завершения спортивной карьеры, новое занятие мне полностью помогло снова ощутить, получить то ощущение, что я дышу и живу полной грудью. И музыка для меня – это профессия, это для меня работа, это на самом деле все, чем я сейчас занимаюсь. То есть это основное занятие для меня. И как я был еще научен в спорте, мне всегда хотелось быть номером один. И в музыку я тоже пришел не отбывать номера, и, конечно же, хотел бы в своем амплуа тоже стать номером один. Направление, которое я выбрал, так называемый Dream House, планирую развиваться именно в этом направлении. Ты знаешь, что на Европа Плюс ТВ твой трек «Симфония» вошел в горячую ротацию и стал абсолютным хитом. Ты чувствуешь, что такое формула хита? Да, мне было очень приятно, очень неожиданно, прежде всего. Но был один из самых счастливых дней, когда мне позвонили и сказали, что второе место в Еврохит Топ-40. Я, конечно, такого не ожидал. Формула хита. На данный момент я понимаю, что в моих композициях должна быть обязательно какая-то классическая тема. То есть я пытаюсь совмещать классику с современными звуками. Класть это на такой танцевальный бит. Пусть это не клубная музыка, но, опять же, все-таки назову танцевальная. Пока я планирую в следующих своих композициях использовать именно фортепиано как солирующий инструмент. Тебе все-таки приятнее выступать перед меломанами или перед публикой спорта? Ведь это очень разные люди. Это абсолютно разные компании. Знаете, я стараюсь полностью не смешивать, точнее, совсем не смешивать два определенных разных занятия. То есть свое прошлое. Я уважаю свое прошлое. И его ни в коем случае нельзя забывать. Но смешивать каким-то образом и спекулировать на этом не хотелось бы. Поэтому мне приятно вдвойне, когда я даю автографы как музыкант в данном случае. То есть я уважаю публику, которая чтит меня как футболиста. Но все-таки как футболист я уже в глубокой пенсии. Я знаю, кстати, что ты возвращался в футбол. Да, был такой эпизод на полтора года. Года три назад я еще поигрывал и завершил карьеру уже в Израиле в 35. Хочу тебе сказать спасибо за честность. Да, ну зачем говорить неправду, когда на самом деле так и есть. Понятно, что тот бэкграунд, который я получил в спорте, конечно же, мне на стартовом этапе в музыке очень помогает. Но, допустим, у меня контракт с музыкальной, а не с спортивной компанией Gala Records, которая подписала со мной контракт не как с спортсменом и бывшим спортсменом, каким бы я знаменитым не был, а именно как с музыкантом. То есть нужно тоже понимать, что имя футбольное мне помогало на начальном этапе. Наверняка есть еще какой-то продюсер. Полностью продвижением занимается компания Gala Records. Да, то есть концертным занимается компания Gala Concert. У меня контракт на три года, год уже, как я считаю, удачного сотрудничества прошел, и я с оптимизмом смотрю в будущее.